МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашии сегодня обсуждали, как эффективнее освоить средства республиканского бюджета. Речь шла о строительстве и ремонте дорог, переселении граждан из аварийного жилья, развитии элитного семеноводства и животноводства. В конце прошлого года в Чувашии приступили к третьему этапу программы по переселению граждан из аварийного жилья. Расселить предстоит 3 тысячи человек. Министр строительства республики озвучил сумму, которую потратят на эти цели в нынешнем году. Ливерализацией третьего этапа программы распределяется средства в объеме 571,1,4 миллиона рублей. Из них это средства фонда 404,1 миллиона рублей и республиканского бюджета 160,3 миллиона рублей. По всем муниципальным образованиям, которые являются участниками данной программы. Министр транспорта Владимир Доброхотов рассказал, сколько потратят на дороги разного значения. Начал с межмуниципальных. Объем финансовых средств в предсмотрении к распределению на 2016 год составляет 147,953,000 рублей. Много учли пожелания самих муниципальных образований. Калинина, мост строим, долгострой превратился. Все оценили комплексно. Печально известный мост через реку Большой Цивиль у села Калинина глава Чувашии Михаил Игнатьев вспомнил неспроста. Изначально подрядчик должен был завершить работу еще в ноябре 2014. Это же простой мост через речку, а не мост через пролив. Мост в Крым быстрее построят, чем Калининский. И весна, как всегда, наступит неожиданно. Дороги тают вместе со снегом. И мост также. Владимир Доброхотов отчитался. Все учли новый срок сдачи моста август этого года. За то, что затянул со сроками, критике подвергся еще один докладчик. Владимир Аврелькин, министр экономического развития, несколько позднее намеченного, представил план действий органов власти по реализации послания главы республики госсовету. Будут созданы благоприятные условия для повышения доступности медицинской помощи. На селе предусматривается строительство фельдшек акушерских пунктов. В городе Чебоксар открытие новых поликлиник. Завершение строительства хирургического, республиканского, экологического диспансера. Внедрение профиля здоровья на предприятиях реального сектора экономика. Теперь, когда план наконец представлен, главное, чтобы не запаздывала его реализация, отметил Михаил Игнатьев. За этим будут строго следить. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика. Картофель 2016. 3 и 4 марта в Чебоксарах пройдет межрегиональная отраслевая выставка. О ходе подготовки к экспозиции и других вопросах говорили сегодня на еженедельной планерке у главы республики Михаил Игнатьева. Вот уже восьмой раз столица Чувашии принимают у себя участников межрегиональной выставки картофеля. В выставочном комплексе «Контур» свою продукцию представит 83 экспонента из 21 региона России и Республики Беларусь. На площадке перед выставочным комплексом будет демонстрироваться сельхозтехника от производителей и поставщиков. В выставке примут участие фирмы и компании, занимающиеся внедрением передовых технологий выращивания картофеля, разработкой препаратов и средств защиты растений, научно-исследовательские институты и производители картофеля. Будут проведены также дегустации блюд из картофеля, дегустации кулинарных, в качестве лучших отечественных и зарубежных сортов картофеля. Также в ходе выставки будут подведены итоги республиканского конкурса рисунков, фотографий и подделок телендерами в Шеруме «Удивительный картофель». Уделить особое внимание экспортированию картофеля – это одна из главных задач, которые поставил Михаил Игнатьев перед организаторами выставки. Глава Чувашии также поручил городской администрации организовать доставку картофеля льготной категории На еженедельном совещании обсудили и реализацию программы «Электронное правительство». Только в прошлом году за получением государственных и муниципальных услуг обратились 190 тысяч граждан республики. И уже около 70 тысяч услуг представили гражданам в электронном виде в январе этого года. Всего же в республике к системе межведомственного электронного взаимодействия подключены 13 органов исполнительной власти, 26 муниципальных районов и городских округов и около 300 сельских поселений. При общем росте сбора зерновых, картофеля, овощей, увеличении объема отгрузки промышленных товаров в Канажском районе, как и во многих других, наблюдается тенденция снижения собственных доходов. О причинах отставания и резервах роста говорили на итоговом совещании. Канажский район – один из крупнейших аграрных муниципалитетов Чувашии. Индекс сельхозпроизводства достиг почти 109%. По сравнению с 2014 годом он вырос на 15%. Но при этом идет снижение собственных доходов. Район занимает 16 место среди муниципалитетов по собственным доходам на душу населения. Общие доходы консолидированного бюджета Канажского района составили 621,6 миллионов рублей. По сравнению с 2014 годом консолидированный бюджет района уменьшился на 29 миллионов рублей. Собственные доходы уменьшились на 12,5 миллионов рублей. В том числе уменьшение НДФЛ составило 12,1 миллиона рублей. Нельзя сказать, что исполнение бюджета в муниципалитете не контролировали. В течение года постоянно искали пути экономии, финансировали выполнение только социальных обязательств. Все многодетные семьи получили земли. 2 миллиона ушли на приобретение жилья детям-сиротам. Завершается программа по переселению из аварийного жилого фонда. Все дети старше трех лет посещают дошкольные образователи учреждения. Минэкономразвитие Чувашии считает район вполне перспективным. В районе уже сейчас неплохо развивается малый бизнес. К примеру, в сельском хозяйстве, услугах и розничной продаже. Здесь есть сформированные участки земель для будущих инвесторов, достаточные трудовые резервы и неплохой потенциал. В 2015 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры Канажского района в рамках РАИВ выделено 95 миллионов рублей бюджетных инвестиций. Инвестиции направлены на переселение граждан из аварийного жилого фонда, строительство объектов здравоохранения, физической культуры, спорта, автомобильных дорог, общего пользования, местного значения. Заместитель министра финансов Чуваши Светлана Иванова отметила, что в районе нет долгов по газу и электроэнергии, но есть другие. Если говорить о росте задолженности, то за прошлый год у нас также произошло удвоение задолженности и по платежам за пользование муниципальным имуществом. Итог обсуждения подвел премьер-министр Чуваши Иван Моторин. Мы видим некоторые сектора экономики, которые растут. Здесь было сказано о сельском хозяйстве, 107,9% в прошлый год показал. Развитие малого среднего бизнеса идет тяжело, но тем не менее показывает положительную динамику и по поступлению налогов, и по несокращению занятости. И вы вот как сельский муниципалитет все-таки должны сосредоточить внимание в 2016-2017, в ближайших годах на развитие этих отраслей, которые поняты для сельских районов, да, это сельских хозяйств земли, как здесь было сказано, не обрабатываем достаточно. Есть проекты, которые необходимо запускать. Ставку надо делать на собственные резервы, подчеркнул Иван Моторин. Только сокращая расходы, увеличивая налоговую базу, можно рассчитывать на результаты. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика. Серьезный спад производства в 2015 году зафиксирован в Канаше, в основном из-за промтрактора «Вагон», на котором сложилась непростая ситуация. При этом другие предприятия города, Девилей, Канмаш, ДСО, Аурат, объемы производства увеличили. Город по многим показателям занимает в республике второе место, уступая только столице Чувашии. Такие данные были озвучены в совещании по подведению итогов социально-экономического развития в 2015 году города Канаш. Точные цифры назвал глава администрации города. Отмечается снижение объема, отгруженной промышленными предприятиями города продукции, розничного товарооборота, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности, обрабатывающей производство, производство и распределение газа и воды составил 4,1 миллиарда рублей, что составляет 58,2% к уровню 2014 года. Если проблему возобновления производства на промотрактор-вагоне республика решает сейчас совместно с федеральными структурами и собственниками, то пополнение инвестиционного портфеля этого года лежит полностью на плечах правительства и муниципалитета. База для этого уже есть. 30% населения Канаша работают в сфере малого бизнеса. Социально-экономическая ситуация города Канаша характеризуется у нас с ростом объема инвестиций. Незначительно увеличился естественный прирост, при этом рождаемость осталась на уровне 2014 года, смертность снизилась на 2,8%. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2015 году составила 20.029 рублей. По сравнению с 2014 годом снизился уровень безработицы. Перед началом совещания Ивану Моторину показали здание, где теперь будет находиться детская больница. На его ремонт ушло почти 8 миллионов рублей. Это позволило сосредоточить в одном месте все подразделения больницы. Раньше поликлиника размещалась на первых этажах трех жилых домов. Здесь будет детская поликлиника города Канаша. Будет вестись прием врачами-педиатрами, узкими специалистами, проводятся диагностические мероприятия, проводится забор анализов. В общем-то, профилактическая работа большая будет проводиться, отделение здорового ребенка. Поликлиника будет оснащена необходимым современным оборудованием. Вообще, социальные проблемы в Канаше решаются с помощью 14 городских и республиканских программ. Сокращается очередь в детские сады, открываются новые группы, ремонтируются культурные объекты, дворовые территории, реконструируются дороги. В городе идет строительство жилья. В прошлом году план не выполнили. В этом поставили себе серьезные обязательства построить 40 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году из аварийного жилого фонда переселили 193 человека. Запланирован капремонт 51 дома. Сейчас готовятся документы на строительство пристройки 11-й школе, чтобы все дети учились в первую смену. Главная задача, которая у нас стоит на 16-й год, выполнить все социальные обязательства, которые у нас заложены в бюджете. Понятно, что это будет делать нелегко. Как я уже сказал, первые два месяца складываются по поступлению собственных доходов, пока не в тех плановых показателей. Будут продолжены все социальные программы, акт в области строительства и аварийное жилье, поддержка молодых семей. Реад решений уже приняты на уровне правительства Российской Федерации, региона о выделении этих денег. Понятно, средств недостаточно, понятно, длинные очереди, но то, что имеется, то, что заложено в бюджете, они будут целевым образом доведены до каждого жителя. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Два года в Чувашии работает программа капитального ремонта жилых домов. Подрядчики определяются на конкурсной основе. Полученная экономия уходит на эти же цели. Так, вне плана был отремонтирован дом номер 4А по школьному проспекту в Чебоксарах. Здесь удалось заменить кровлю дома раньше срока. В доме 55-го года постройки начала протекать крыша. Он был включен в программу капремонта на 2020 год. Но заменить кровлю понадобилось срочно. Талая вода уже добралась до первого этажа. Жильцы сами проявили инициативу, собрали необходимые документы, и их дом включили в программу раньше срока. Мы надеялись, конечно, только на проведение капитального ремонта крыши, поскольку старая кровля у нас не ремонтировалась. Все время были протечки, и люди даже не могли свои квартиры на втором этаже отремонтировать. А сейчас проблем нет. Сейчас надеемся, что все будет в доме в порядке. Всего на ремонт из республиканского фонда было выделено почти 2 миллиона рублей. Свыше 300 тысяч рублей – средства собственников жилья. В этом доме взносы за капремонт платят регулярно, и сборы составляют 90%. У них очень активные граждане проживают здесь. Они на друг друга влияют. И, как стало известно, собственники данного многоквартирного дома, собрав собственные средства, выполнили капитальный ремонт фасада этого дома в прежние годы. На сэкономленные в ходе проведения аукционов средства удалось отремонтировать 25 многоквартирных домов. Общий уровень поступаемых взносов ежемесячно растет. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. На месте пустырей и несанкционированных свалок в столице Чувашии появятся скверы. Публичные слушания по проектам рекреационных территорий прошли в столичной администрации Чувашии. Запроектировать подделенные зоны отдыха предстояло сразу 18 площадок. Сейчас они представляют из себя в основном пустыри. Конкурс на проектирование выиграла нижегородская компания. Мы в Чебоксарах работаем уже два года. И на самом деле, условно говоря, в кавычках, излазили его от и до. Соответственно, когда мы выполняли этот проект планировки, естественно, было натурное обследование всех 18 площадок, которые мы в течение недели все исследовали полностью. Одна из площадок – территория за дворцом трактора строителей. Судя по макету проекта, там появятся дорожки, спортивная площадка, а сохранятся зеленые насаждения. У нас на одной из площадок проектируется экстрим-парк. То есть это пейнтбол различный, возможно, это какие-то скейтерские объекты, всевозможные рампы и так далее. Потому что сейчас экстремальные виды спорта, они получили огромное просто развитие у нас в стране, особенно после Сочинской Олимпиады. Вот. Что еще? У нас есть спортивные объекты, которые продолжают развитие лыжно-биатлонной трассы. О том, когда чубаксарцы смогут увидеть новые парки не на макете, а в реальности, пока говорить рано. После публичных слушаний проектировщикам предстоит заняться разработкой проектной документации. Ольга Пырычкина, Алена Алтухова, Олег Якимов. Республика. О том, что хлеб всему голова, мы знаем с детства, из рассказов дедов и прадедов. Годы военного лихолетия ленинградская блокада научила нас из поколения в поколение относиться к нему, как к живому существу, с особым уважением. Чебоксарский хлебозавод номер один уже более 80 лет бережет хлебопекарные традиции. В год «Человека труда» вышла в свет книга об истории предприятия и его работниках. Героиней книги стала и директор Елена Бадаева. Горячий, мягкий, с хрустящей корочкой, с неповторимым ароматом. Отломить горбушку хлеба по пути домой стремились все дети. Уж очень вкусная она тогда казалась. Состав дарницкого хлеба от Чебоксарского хлебозавода номер один с того времени остался неизменным. Предприятие бережет стародавние традиции, когда хлеб был без всяких добавок. И развивает новую технологию, стараясь разнообразить ассортимент. В книге подробно рассказано о самых интересных страницах истории предприятия. Мы, создавая эту книгу, опирались исключительно на документы. На архивные документы, на личные воспоминания, фотографии из личного архива самой Елены Игнатьевны. Придя на хлебозавод 18-летней девушкой, она и не думала, может быть, что связан с этим заводом, с хлебом как таковым. Мечтала стать она, кем только не мечтала, Материна Игнатьевна. И космонавтом она мечтала стать. По сути дела, она космонавтом своей профессии стала. Это человек, легенда, у нее многому можно научиться. Сама Елена Бадаева до мельчайших подробностей помнит начало работы на заводе. Были времена, когда она совмещала две должности – штоповчица Сушек и директора. Приходилось выходить в ночную смену, потому что людей не хватало. Если людей принимали на работу, они еще не умели штамповать сушки. А за непоставку Сушек мы платили большие штрафы. Поэтому приходилось работать в ночное время как рабочие бараночного цеха, а днем руководить заводом. Каждый год производство расширялось. Появлялись все новые и новые изделия. В столице республики открылись фирменные магазины. Теперь, наряду со знаменитыми бадаевскими сушками и баранками, здесь продаются и торты. 30 лет на посту директора сделали Елену Игнатьевну самым узнаваемым человеком в юго-западном районе столицы республики. Она – депутат Государственного совета Чувашии, нескольких созывов. У меня мама – участница войны, инвалид, на костылях. Общительная женщина, но ей редко удается выходить. И вот бадаева Елена Игнатьевна, она делает всегда, вот на день пожилых в школу приглашает. Так как мама моя не доходит туда, она на дом даже подарки приносила. И как трогательно было вот этой женщине, маме моей, вот такую доброту чувствовать вот от этой женщины. Она вот не обижала, она, понимаете, она и про пожилых помнит, и про учеников помнит, и всем все помогает. Книга «Хлеб в заводе» уже нашла своих читателей. В первую очередь это работники завода и жители района, где уже столько лет работают предприятия. Вся история творилась на их глазах. Электронную версию книги уже можно прочитать в интернете. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. В художественном музее в Чебоксарах открылась выставка картин народного художника Чувашии. Одного из основателей профессионального изобразительного искусства в республике Никиты Сверчкова. В этом году экспозиция посвящена человеку труда. И впервые посетители смогут увидеть полотно «Социалистическая Чувашия» 1940 года. Никита Сверчков творил во времена, когда в моде был социалистический реализм. Главные темы того периода – пятилетки, переполнение плана, развитие народного хозяйства и человек-труженик. Самые знаменитые работы Сверчкова «Объявление чувашской автономии», «Первый трактор в Чувашии», «Птичница» рассказывают о жизни рабочих и крестьян без прикрас. А это полотно 2 на 5 – совместные трудники для Сверчкова и другого известного чувашского художника Моисея Спиридонова. Картина «Социалистическая Чувашия» была написана для павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, а после ни разу не выставлялась. Но в год «Человека труда» без этого полотная экспозиция была бы неполной. Это выставка, я бы сказал, о системообразующей роли труда в творчестве Никиты Кузьмича Сверчкова. Вот что такое труд? Какая роль в нашем обществе, роль труда? И вот мы хотели этот аспект показать через творчество Никиты Кузьмича Сверчкова. Всего на выставке представлено свыше 70 полотен, в том числе и автопортреты художника. Никита Кузьмич писал картины всю свою жизнь. И эти работы без слов рассказывают о том, как менялись люди, человеческие ценности, Чуваши и страна в целом. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, ветеран спорта, писатель, историк. И все это об одном человеке – Германе Ксенофонтове. 1 марта ему исполняется 80 лет. Герман Николаевич – человек, в Чуваше известный. По его биографии можно отследить многие важные вехи истории страны и республики. И первая очень интересная страница жизни – это Целина. Он выезжал на освоение земель 4 раза вместе со своими однокурсниками из Омского института физкультуры. Это было непростое время. Здесь закалялся характер, но по молодости все давалось легко. Сто раз я могу сказать, могу говорить Целине спасибо, потому что нас там кормили. Мы белый хлеб-то не ели, а на Целине кормили белым хлебом, молоко давали. Еще к тому же деньги начисляли. На самом деле на Целине даже интереснее, чем кинофильмы «Иван Брокин». Мы там тоже много и страдали, много веселились. Сила кипела, энергия через край. В основном мы занимались на таку перелопачиванием. Там целые горы зерна, элеваторы не успевали принимать. Я помню, первый раз, километров пять очередь автомашин, они едут к элеватору. Медаль за освоение целинных земель очень дорога Герману Николаевичу. Окончив институт, он вернулся на родину в Чувашию и стал работать преподавателем физического воспитания в Марпасадском лесотехникуме. Его авторитет как пропагандиста здорового образа жизни дал возможность воспитывать не просто здоровых ребят, но и профессионалов в разных видах спорта. «Чернова Вера Ивашевна, она из Комсомольского района, чурачики. Она чемпионка Олимпиады, универсиады в Швейцарии. Она в эстафетном беге чемпион, чемпионка СССР. Про Валериана Соколова вот что я скажу. Первые шаги он делал у меня в лесотехникуме в Марпасаде. Через год обучения он уехал в Казахстан. После возвращения он из Казахстана жил в Чебоксарах, познакомился с Герасимовым. И его он довел до олимпийского чемпиона в Мехико. В 1969 году Герман Ксенофонтов окончил юридический факультет Казанского государственного университета. И началась новая страница. 20 лет он работал народным судьей в Козловском и Чебоксарском районах. Результатом стала книга «Громкие дела 20 века в Чувашии». Документальные очерки. Вот эти дела, рассмотренные, они под грифом «секретно». Люди конкретно о них не знают. Один передает другому, другой чуть преувеличивает. Чтобы таких вещей не было, я поставил задачу по каждому делу вытащить, вернее найти уголовное дело и строго, исходя из уголовного дела, писать. Школьники и студенты знают Германа Николаевича как краеведа с увлечением изучающего истории Козловского и Комсомольского районов. Им написано более 20 книг. Несмотря на солидный возраст, он по-прежнему энергичен. Заканчивает писать очередную книгу. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах уже четвертый год реализуется проект «Открытый город». Каждый житель может прийти на встречу с представителями органов местной власти и задать волнующий его вопрос. Чаще всего оказывается так, что проблема, которая не дает покоя одному, актуальна и для многих других жителей. Поэтому мы решили рассказать вам о том, какие темы поднимают горожане на встречах в программе «Комфортный город». Премьера сегодня после программы и информации о погоде. Обзор планшета «Мегафон Логин 4» смотрите далее. «Мегафон Логинка работает на современной операционной системе Android 5.1. Благодаря мощному четырехъядерному процессору 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной памяти обеспечена отличная работа любых приложений». Главное отличие и преимущество нового планшета – поддержка сетей 4G. Высокая скорость передачи данных позволяет, например, смотреть фильмы в высоком качестве или скачивать большие файлы. На 4G скоростях до 50 мегабит в секунду можно без провалов вести прямые эфиры в сети с картинкой отличного качества и любой длительности даже в движении, например, в приложениях «Перископ» и «Фейсбук». «Экран обладает разрешением 1024 на 600 точек, что позволяет смотреть видео в HD-качестве. Он исполнен по технологии IPS, благодаря этому у него хороший угол обзора и высокая цветопередача». Планшет имеет 7-дюймовый экран, его удобно держать в руке, носить в кармане или в дамской сумочке. Аккумулятор увеличенной мощности обеспечивает работу до 900 часов в автономном режиме. Есть возможность отправлять смс, совершать звонки. А в автомобиле можно использовать как GPS-навигатор. Опробовать новинку вы можете уже сегодня. Планшет с поддержкой 4G Login 4 во всех салонах Мегафона можно приобрести за 4990 рублей при подключении тарифной опции «Интернет-планшет S» на несколько месяцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова